Всем привет! Привет! Сегодняшний день наш начинается с похода в стоматологию. Я еду на консультацию к доктору и возможно мне будут удалять зуб. Мы уже подъехали. Держи маску свою. Спасибо. Я достаю себе. Ты прям вообще решила спрятаться, да, под маской? Нет, мне же просто неудобно. У меня же еще повязка, а повязка у меня на уши вот так вот. Помощница. Здравствуйте. Давай бахилы тоже. Вышли мы уже из стоматологии. Ярославе посмотрели зуб и дали направление на анализы. Нужно сдать анализ крови на обезболивающее, а потом ей придется удалить зуб. Что ты там читаешь? Знакомое название увидела? Что написано? Страшно тебе, да? Ну не бойся, рано или поздно придется это сделать. Все будет хорошо. У тебя очень хороший доктор. Да. Поехали? Поехали. Завтра сдадим анализы и запишемся на удаление. Мы уже вернулись домой, покушали. И сейчас время для творчества. Я буду делать гелевые свечи своими руками. Сначала посмотрим содержимое набора. Что это такое? Это красный гель. Гель какой-то, да. Очень мягкий такой, видите? В пакетиках. Красный, зеленый квадратик и желтые. Нет, еще раз. Знаешь, на что похоже? Синий. На желе. Да? Да. Которое мы готовим и кушаем. И синий. И синий. Вот такие у нас цвета геля, я так понимаю, какого-то. Гелевые детика с песочком. Песок? Песок. Угу. Маленькие украшения. Мне очень сильно нравится. Давай откроем, посмотрим, что здесь есть. Сейчас, подожди, давай уже все запомним. Инструкция. А еще самое главное. Стаканчики, в которых будет наша свеча. Я здесь, честно, думала, посмотря на картинку, что они будут что-то побольше. И покажи, что здесь в пакетике. У нас есть фитиль. Ракушки. Аквалангист. Глиттер еще есть у нас. Угу. И розочки. И вот эти вот розочки. Такое ощущение, что они мыльные, но не пластмассовые. Да. Готовим первую свечу. Нам нужно на мелкие кусочки нарезать гель разных цветов. Заполнить вот этот вот стаканчик слоями. И потом вставить туда вот эту вот полосочку. Фитиль. Я стараюсь резать на мелкие кусочки. Это самый легкий способ приготовления этой свечки. Даже это, наверное, много. Нарезаем следующий цвет. И последний желтый цвет. Нужно было выложить в другом порядке. Зеленый, желтый, красный. Как светофор. Да? Ты что? Можно и так. Готово? Да. Теперь осталось вставить фитиль. Выравниваем его. И по центру. Только не касаясь дна. Итак, первая свечка готова. Приступаем к приготовлению второй. Насыпаем песок. Выравнивай. Потому что следующий шар уже нельзя будет трусить так. Следующим слоем у нас идет глиттер. Рассыпаем его полностью по поверхности. Теперь мы берем нашего аквалангиста. Ракушки и звездочки. И располагаем их в стаканчике. Нужно положить вот так вот. Можешь вот посмотреть на коробочку. Какой здесь рисуночек. Я хочу сама. Сама? Ну давай. Давай. Вот. Смотри, как уже получается. Давай, вот так покажем. Красиво. Все заполнили, все готово. Нам нужно нарезать синий гель. Да. Решили попробовать порезать ножницами гель. Удобнее ножницами? Да. А теперь аккуратно заполняем этот стакан гель. Чтобы не испортить твою композицию. Вторая композиция тоже готова. Почти готова. А теперь нам нужно расплавить этот гель. Нужно набрать воды. Ставим свечку в центр емкости. И включаем плиту. Ждем, пока вода будет нагреваться, а гель расплавляться. Нам нужно расплавить этот гель, чтобы была однородная масса. Как будто аквалангист плавает в океане. Пока плавится гель, я сделаю еще одну свечку. Она делается так же точно. Только это будет у нас из цветочков и вот таких вот растений. Заполняем стаканчик. Цветочками, гелем. А потом будем расплавлять. Прошло еще некоторое время. И посмотрите, здесь уже гель расплавился. Еще минутку и достаем. А я тем временем подготовила еще одну свечку. Осталось ее только расплавить. Расплавили вторую свечку, а теперь показываю, что получилось. Вот такая морская. Вот такая вот с розочками. И просто нарезанная. Да. Творчество творчеством, игрушки игрушками. А читать за меня никто не будет. Поэтому у меня сейчас время для чтения. Расскажи ребятам, какую книгу ты читаешь. Ты что, не знаешь, как она называется? Забыла. Забыла? Иван Сылла читает книгу. Ну ты даешь, Ярослава. Не знаешь, что и читаешь. Наимоверни при годы Ивана Сылы. А перед этим какую прочитала? Робинзон Крузов. Какая больше тебе нравится книга? Первая или вторая? Вторая? Да. Интересней? А почему? Ну не знаю. Тут как-то... Эта книга, вот эта вот, она как-то повеселее. А та была очень скучная. И во многих моментах даже хотелось плакать. Угу. Кстати, ребята, вы часто задаете вопросы, умею ли я разговаривать на украинском языке. Конечно умею, потому что у меня все предметы в школе на украинском языке. Я могу вам сейчас немножечко почитать. Мадам Бухенбах лютувала. Ще-то, что-то, что-то, как-то, их цирк уже втретий обкрадают. Вона дивилась на товстого Азара, що працював у Шапіто, вантажником-сторожем. Як на шкідливу комаху, яку треба негайно знищити. Яся читает, а Лола тем временем ее слушает и почти засыпает под ее рассказ. Да, Лолочка? Скажи привет ребятам, они давно тебя не видели. Скажи привет. Соня. Я уже почитала, а сейчас я вам хочу показать, какую я прическу сделала лединорожке и фотографии, которые я сфоткала сегодня. Это грустная Лола. Это удивленная Лола. Это Лола, которая не знает, куда ей идти. А это Лола, которую я увидела вдали, я не знаю, там, вкусняшку или мышку. А свою покажи фотографию красивую. Сейчас. А, я не эту имела в виду. Какую? Ну, вот эту вот может быть. Нет, нет, нет. Другую, другую. Покажи, это папа. Как оно отсвечивает просто. Ярослава с папой. Видите, какие красавцы. Это тоже папа. И это папа. Это моя картина. Вот, Ярослава, красоточка. Видите, какая. А это мама красоточка. Да. И папа. Так ты покажи сначала прическу, а ты уже расплетаешь. Видите, какие косички позаплетала. И толстые, и тоненькие, разные. Ну, я это ей посоплетала, чтобы сейчас я вам покажу, что было. Теперь все нужно расплести? Да. Расплела единорожку, думала, что все будет лучше, а получилось, как получилось. Не совсем волнистые, да? Только вот здесь прядки волнистые. А сзади не очень. А сейчас я вам покажу, как я делаю маникюр. У меня появился тренировочный пальчик, с помощью которого я делаю маникюр. Но, если честно, сначала я думала, что это крючочек. Для полотенец, да? Угу. А оказался пальчик. Кстати, сюда можно добавлять специальные пластиночки, чтобы ноготок был длиннее. И на нем было проще рисовать. Но у нас их пока нет, поэтому мы рисуем просто на таком маленьком пальчике. У Ярославы здесь целая шкатулочка лаков, наклеечек разных. Видите, сколько много? Еще вот такие вот бусинки есть. В общем, бардак, да. Палочка специальная. Ммм, какие ты цвета достала. Это я буду море делать. Море? Да. Я умею море делать. Очень интересно. Ну, давай, покажи, как ты это делаешь. У меня кисточки нету, поэтому я зубочисткой. Готово, смотрите результат. Ну да, видны волны, море, песок. А еще я китенку умею делать. Кого? Китенка. Китенка? Покажешь? Да. Мне очень нравится этот цвет бирюзовый. Мне очень нравятся блесточки. Это нужно сверху блесточками покрывать, да? Теперь берем синий и рисуем китенка. Ммм, может ты хорошо подумаешь? И когда вырастешь, будешь мастером по маникюру? Нет. Нет? Мм. Готово? Да. Похоже на тетенка? Похоже. Очень похоже. Я не знаю, увидят ли ребята, сфокусируется ли камера, но очень похоже. Да, опять? А сейчас мы с Ярославой идем высаживать ее растения. Покажи ребятам, что за растение. Это дуб. Это дуб. Расскажи, как ты его вырастила? Судома вырастила. Посадила, и он пророс. Посадила, желудь нашла. И желудь пророс. И посмотрите, какой вырос у нас дуб. А знаете, почему мы хотим его высадить? Потому что он стал плохо расти. Мне кажется, ему там мало места. Или, может быть, ему нужно больше света на улице. Поэтому мы решили его высадить. Выбирай место, которое тебе нравится по душе. И там мы его и высадим. А потом будем приходить первое время поливать. Хорошо. Здесь пропало дерево. И возле него я посажу новое. У Ярослава есть такое приспособление. Покажи. Супер тяпка. Мы достали уже его из горшка. И у него очень большие корни, ребята. Смотри, какие. Видишь, запутанные. Видишь, ему неудобно. Ему уже мало места. Поэтому мы его высаживаем вот сюда. А сейчас мы его прикопаем чуть-чуть. Я, конечно, не ожидала, что у Ярослава из желудя дома получится вырастить дуб. Да, мне не верили. О, мне тут желудно что-то. А теперь поливаем. Расти дуб большой и сильный. Я очень люблю природу и животных. Мне нравится ухаживать за животными и возиться с растениями. Кто тоже это любит, ставь лайк. У нас уже начался новый день. И мы едем сдавать аллергопробы в лабораторию. Страшно тебе? Плакать не будешь? Поворачивай. Вот сюда. Мы уже на месте. Ты потерялась? Нет. Одели масочку. В общем, пришли в одну лабораторию по адресу указанному. А оказывается, здесь они не делают такие анализы. Да, вот идем. Идем в другую. Да, вот смотри. Аллергопробы написано. Вот она, да. Все. Идем. Здравствуйте. Нам нужно сдать вот на аллергопробы. Не дергай же рукой. Качай, качай. Еще ничего нет. Не дергай рукой, чуть-чуть потерпи. Все. Тоненькая шея. Дырочки не видно. Уже все. Кулачок можно расслабить. Не делай. Не делай. Спасибо большое. Ну, герой. Покажи, какой пластырь тебе наклеили. С жирафами. Красивый. Да. Можешь снять маску. Я просто космос. Сильно больно? Нет. Ну вот, видишь. Яся не хочет снимать маску, потому что она ей нравится. Покажись. Вот тут такая зашла. Кто ты у нас? Тигр? Тигрица. Да? Львица. И все. И сразу все испугались тебя. Кошку. Сдали кровь. А теперь идем покупать обувь Ярославия на танцы. А ну, ставь ножку. Ставь. И... С самого конца. Хотя нет, смотрите. А сзади. Там пусто все сзади. Все пусто, только надо стелечку подкладывать. Обувь не купили. Идем в другой магазин. Более интересный, да, Яся? Да. Смотри, прикольно. Да, ну ты что, смотри. Смотри, бери, перелистывай. Мамочку самой сделать. Хочешь на холодильник? У нас есть такое. У нас есть такая. Такая у нас есть. Вот тут так, перелистывай, да. Ну, тут смотри, такие видишь, но. Какие? Есть еще вот такого мграя? Ну, это ладно, это такое. Вот, видишь, какой бычок. О, вот бычок. Если вы хотите, чтобы оно уже было на основе. А вот, посмотри, котики есть вместе навсегда. Это как картина Ван Гога, но только не Ван Гога. А, вот эти бабочки. Такая у нас есть. А вот, смотри, сова. Мы уже дома, и хочу вам показать, что мне купила мама в магазине. Она мне купила вот такую вот сову. Я ее буду вышивать бисером. Ей нужно срочно выпить кофе, потому что она не может проснуться. Тут бисер. Ну, собрали нам бисер, конечно, для этой картинки. А еще таблеточки она мне купила специальные. Называются Подзадо Пендалин. Смотрите, какие в этом магазине продаются таблетки. Подзадо Пендалин Экстра. Волшебные пилюли. Магическая формула ускорения духовного роста и темпа работы. Здесь еще даже написано, в каких случаях их нужно применять. Прочитай. Показания к применению. Лень и безделье. Хроническая усталость. Имитация рабочего вида. Пятая точка. Приросла к дивану. Повышенная сонность и безделье. Подходит тебе? Да. Ну вот, принимай. Я думаю, помогут. Если судьба ударила в лоб, значит, пинок в зад не сработал. Рекомендуется повторить с удвоенной силой. На этом мое видео заканчивается. А вы не забывайте подписываться на мой новый канал, который называется Ярослава Влог. Ставить лайки и комментировать. Пока-пока. Продолжение следует...